Роберт Киасаки, добро пожаловать в программу «Прямой разговор, приятель». Для меня большая честь быть в вашей программе, и поздравляю вас со всеми вашими предпринимательскими успехами. Это впечатляет. Большое спасибо. Ну, если это исходит от вас, то это большой рэп. Большое спасибо. Спасибо вам большое. Нет, я серьезно. Вот мы здесь, у нас есть твоя книга. Это типа культовая вещь, и я не знаю. Я вообще-то никого не знаю в Австралии. Я имею в виду не только это, но и вашу книгу «Богатый папа, бедный папа», я никого не знаю. Я имею в виду, что есть много людей, которые, возможно, не читали, но я не знаю никого, кто не читал бы это, честное слово, и мне до смерти хочется, чтобы вы написали в ней для меня перед отъездом, если вы не против. Надеюсь, это не последняя твоя книга. Ты должен на это надеяться, ты должен это почувствовать. Да, перезагажите, пожалуйста. Я расскажу небольшую историю. От книги отказались все издатели в Нью-Йорке. Нет, они сказали, что когда речь идет о деньгах, вы не понимаете, о чем говорите. Это было 30 лет назад, а сейчас она по-прежнему номер один в мире. Значит, эта книга до сих пор номер один в мире, и от нее отказались издатели. Ага. И мы говорим, а вы сказали, 30 лет назад. Этой книге уже 30 лет. Ага, боже мой. 19. В 97-м она вышла. Ух ты. Это время пролетело для всех нас. Кажется, что это было 10-15 лет назад, но 30 лет назад. Да, но австралиец был... Я имею в виду, я люблю эту страну. Это счастливая страна, это действительно так. Но они были наиболее восприимчивы к моим идеям. Это правда? Да. Я забыл, в каком отеле я остановился. Но в моем номере были коробки, то есть не книг, коробки с книгами. И я сидел там часами, раздавая автографы. Так что австралийцы были очень восприимчивы, что дало мне большой старт. О, это, а вы можете... В чем дело? Если бы вы могли рассказать нам, в отличие от того, что мы интерпретируем, что, по-вашему, является основной предпосылкой или тезисом того, почему вы написали эту книгу и что она собой представляет? Ну, как вы знаете, великая битва на планете Земля – это марксизм против капитализма. И в год начала войны, мне было 17 лет. Я ходил в школу в Нью-Йорке, я учился в военном училище, и мой учитель экономики заставлял нас читать «Коммунистический манифест Маркса». И это было довольно радикально, понимаете, о чем я? Школа, где преподают марксизм. Но вместо того, чтобы изучать Кейнса, Мальтуса и все такое, он заставил нас читать Маркса. И я понял, что большинство школьных учителей, как и мой бедный отец, являются марксистами. Неплохие люди, не поймите меня неправильно. Это как религия, понимаете, какая религия? И, как вы знаете, Маркс говорил, что отмена частной собственности – это цель номер один. И этот парень, Клаус Шваб из Австрии, где бы он ни был, он говорит, когда-нибудь вы не будете ничем владеть и будете счастливы. Вот что происходит на планете. И многие люди придерживаются этой точки зрения. Так что мой бедный папа был марксистом. Второе – это то, что рабочие всего мира объединяются. Мой бедный папа был главой профсоюза, профсоюза учителей. Сегодня самый большой профсоюз в Америке – профсоюз учителей. И именно поэтому у нас в школе нет финансового образования. Третья вещь заключалась в том, что, о да, дифференцированный подоходный налог был необходим для распространения коммунизма. И, как вы знаете, сейчас нас обложили налогами до смерти. А Америка была основана как безналоговая страна в 1773 года. Мы устроили бостонское чаепитие, выгнав проклятых англичан. Но что случилось в 1773? Флаг британской Ост-Индии был перенесен на территорию США. И он стал флагом США. Так что если вы посмотрите на флаг британской Ост-Индии, которая управляла и Австралия, то американский флаг – это флаг британской Ост-Индии. Так что банки торговали. Понимаете, о чем я? Да, банкиры контролировали мир. Нравится вам это или нет, но они контролировали мир. И до сих пор контролируют. Да, именно так. Потому что вы бы это уже знали. И когда вы пытаетесь взять их под контроль, вы можете получить немного. Вы можете получить немного их территории. Вы можете получить немного их доли рынка. Но в конечном итоге со временем они меняют правила, которые мы все соблюдаем, но они меняют правила против вас. И в итоге теперь они снова контролируют рынок в Австралии. И, кстати, великий кризис был для них прекрасной возможностью вернуть контроль. Они так и сделали. И в Австралии COVID, недавно, да, или так называемый COVID, или пандемия, как бы вы ни называли это, грипп, он дал. Как ни странно, это настолько безумно, что вы и подумать не могли, что такое может случиться. Но так или иначе, наши крупные банки в Австралии взяли под контроль австралийский кредитный рынок, чем за последние 40 лет благодаря COVID. Потому что правительство выделило им кучу денег на том основании, что нам нужно дать банкам деньги, чтобы снова запустить Австралию в сфере строительства и кредитования. А мы живем за счет строительства в этой стране, жилищного строительства, и мы дадим вам их под 1% на 3 года, 200 миллиардов долларов, и идите и одолжите их. И они выдают кредиты под 2% по рекордно низким ставкам. И это дало банкам долю рынка. Они снова взяли рынок под свой контроль, что довольно интересно. Банки умнее, чем все им приписывают. В них работают более умные люди, чем все им приписывают. Ваш богатый папа, бедный папа. Это ваша попытка просветить людей, то, чему их не учат в школе. Мой бедный папа был главой департамента образования штата Гавайи. Очень умный человек, хороший человек, с большим сердцем. Но, когда я прочитал коммунистический манифест в 65-м году, я ахнул, он марксист. Знаете, отмена частной собственности, ненавидел богатых, любил налоги, профсоюзы, и это в свободной стране. Думай, что хочешь. А мой богатый папа был отцом моего лучшего друга, капиталист. И так что у меня было и капиталистическое, и марксистское образование. Поэтому я пошел в военную школу, чтобы научиться всему этому. Я летал в составе морской пехоты США во Вьетнаме, и мы убили там много коммунистов. Это было печально. Так что меня беспокоит то, что, как вы знаете, Америка собирается снова воевать. Потому что каждый раз, когда экономика приходит в упадок, начинается война. Именно это привело Гитлера к власти в ранние годы, вы знаете. Ну, как вы думаете? Думаете, это повторится? Приоритетов? Мы можем немного поразмышлять об этом, потому что это немного увлекательно для меня. Кстати, это то, что меня беспокоит. Потому что, когда дела у политического движения идут плохо... Давайте начнем войну. Да. Путин, ты хороший пример. Он. И вы можете напечатать больше денег. И мы печатаем деньги. Мы производим. Потому что нам нужно печатать больше денег. Потому что нам нужно производить больше оружия и разных других вещей. И мы пойдем на войну, и мы будем хорошо сражаться. Что ж, если я дам австралийцам слово... Я дважды воевал во Вьетнаме в качестве морского пехотинца, вы знаете. И австралийцы были очень уважаемыми бойцами. Они были бойцами в джунглях. И они спрашивали, а как же американцы? Я ответил, что американцы расчищают джунгли, а потом воюют. Они так и сделали. Они согласовали это с определенным агентом. Да, да, так тоже убивали много людей. Да, они просто сбросили на них агента Ранж. Я помню те дни. На самом деле, знаете, это интересно. Вы не знаете этого человека, но, возможно, знаете, но был один премьер-министр, который стал... Был один джентльмен, который хотел стать премьер-министром Австралии и стал очень известным премьер-министром. Его звали Гофф Уитлом. И я голосовал за Гоффа Уитлома. Это единственный раз в жизни, когда я голосовал за лейбористов, которые фактически являются вашими демократами. Потому что я собирался поступать в университет. Я учился в университете. Мне было 8 лет. А призыв в армию был в Австралии, потому что шла война. Война во Вьетнаме. И последнее, что я хотел сделать, это отправиться во Вьетнам. Некоторые из моих старших товарищей были там. И когда они вернулись, они рассказывали мне, как это было. Это было так ужасно для меня. Поэтому я голосовал за лейбористскую партию. Гофф Уитлом выиграл выборы в пользу лейбористской партии только по одной причине, чтобы меня не призвали в армию. Я лучше пойду в университет. А в те дни курил марихуану на лужайке у библиотеки. Все так делали. Очень интересно, что вы говорите об институционализации или коммунизме, или марксизме. Возможно, это лучший способ выразить это. И каждая версия марксизма. Сегодня его как бы разбавили водой, так что вы не можете его узнать. Но он преобладает в учебных заведениях. Преобладает. Будь то университет или школа. Но они не называют ее марксистской. У них как бы другой взгляд на это. Были... Что ж, давайте позаботимся обо всех. Мы позаботимся о вас. Как это... И я не знаю про Америку, я говорю про Австралию, но как это в Америке, и почему все это терпят, почему вы с этим миритесь. Ну, опять же, военная школа была школой в Нью-Йорке. У меня были направления в военно-морскую академию, академию торгового флота, армию ВВС и береговую охрану. И нас учили акта нон верба, поступкам, а не словам. То есть урок, который нам преподали как военным офицерам. Следите за тем, что человек делает, а не за тем, что он говорит. Так что, если вы наблюдаете за политиками, неважно из какой партии, следите за тем, что они делают, а не за тем, что говорят. И первое, что сделал Байден, я не республиканец и не демократ, это то, что он перерезал трубопроводки и стоуны из Канады в Америку. А я нефтяник, я учился в школе, я работал на Стендард Оил, я учился в школе, чтобы водить нефтяные танкеры для Стендард Оил. И прайс, я продавал нефть при Трампе по 30 долларов за баррель. Как только Байден пришел к власти и перерезал этот трубопровод, нефть подорожала до 130 долларов США. Я точно знал, что он собирается делать. Он хочет создать пропасть между богатыми и бедными. А это уже революция. Как вы знаете, этот разрыв нужен, чтобы вызвать революцию. Дивизия. Разделение, да, ну, гнев. Так что Америка сейчас очень разделенная, очень разгневанная страна. И они не могут понять, что происходит. Знаете, почему Байден перерезал трубопровод? Он не должен был этого делать. Второе, что он сделал, доказательств, открыл границы, и 10 миллионов человек хлынули через них. Теперь фентанил идет по всей Америке. А Трамп, мой хороший друг, я написал с ним две книги. Его обвиняют в том, что он, скажем так, трахает пожилых женщин. Понимаете, о чем я? Он мужчина. И мы все знаем, чем он занимается. Но Байдена поймали за тем, что он нюхал волосы маленькой девочки. Я ухожу. Следи за тем, что человек делает, а не за тем, что он говорит. Ладно. А потом, я, кстати, видел это видение. Я нюхал молодых девушек. Это было немного странно. Что такое, что такое. И не только это. Двое сыновей Трампа, Дон-младший и Эрик, мои хорошие друзья. Они стильные молодые люди. Я охочусь с ними, понимаете? Так вот, мы находимся на севере штата Нью-Йорк с двумя парнями Трампа. Мы зашли в этот ресторан, и они заходят внутрь, чтобы поговорить с мексиканскими нелегалами. Они пожимают друг другу руки, здороваются и все такое. Они отличные молодые люди. А этот парень, Хантер Байдена, боже, как отец, как сын. На наркотиках, порно и все такое. Его ноутбук пропал. Вы забавно об этом рассказываете. Да, мы не можем его найти, понимаете? В Америке происходит столько всякой ерунды. Мы сейчас так разобщены. Это небезопасно. Это нехорошо. Как вы думаете, я имею в виду, Байден был, Байдена не обвиняли, а характеризовали как человека, который некомпетентен, психически компетентен, возможно, даже физически, но точно не психически компетентен, чтобы управлять страной. Как вы думаете? Американцы на выборах этого года переизберут его, несмотря на это. Или вы думаете, что люди отойдут от Байдена и, возможно, будут искать кого-то другого? Может быть, не Трампа, а кого-то другого, например, отдать свой голос в другом направлении, возможно, Кеннеди. Бобби Кеннеди? Ну куда, по-вашему, пойдут американцы? Ведь это и есть тот самый Кеннеди, видя, что между двумя лагерями образовалась брешь, и она проходит по центру. И насколько большой, не угрозой, но насколько большой, да, насколько большой угрозой он является как для Байдена и Трампа? Ну, Бобби Кеннеди, ну, хороший человек, никто не владеет им. И он писал об этой истории с ковидом и всем остальным, и он писал против Фаучи, понимаете? Эти парни преступники. Большая фарма управляет миром, как и банки, как вы знаете. Да. Так что Бобби Кеннеди, это как его семья, их нельзя купить. Поэтому мне нравится Бобби Кеннеди. Дело не в республиканцах или демократах. Я просто хочу, чтобы кто-то сохранил свои, знаете, действия, говорят громче слов. И вот Бобби Кеннеди выступил против Биг Фармы, и это хорошо. И как вы думаете, как бы он поступил, потому что Биг Фарма чрезвычайно сильна в плане лобби и может создать всевозможные разрушения для человека? Будут ли они его преследовать, начинать против него кампании? Они уже начали что-то против Кеннеди? Например, начали выяснять его характер? Меня беспокоит то, что, как сказал Сталин много лет назад, важно не то, кто голосует, а то, кто подсчитывает голоса. И вот почему Трамп был... Выборы были украдены, я думаю, так оно и было. Но Америка имеет дурную привычку уничтожать Кеннеди с помощью оружия. Так что Трамп... Довольно многие из них ушли на дно вместе с Большим. И Бобби. Так что Америка... То есть, они связываются с властью. И банковские власти, ну, вы знаете, картели. Федеральный резервный банк это не американский банк. Это картель богатейших банков мира. И вы знаете, что, управляя ипотечной компанией, если вы не играете в их игру, они вас растаптывают. Вот это меня и беспокоит. Знаете, деньги это власть, нравится вам это или нет? Да. Так что же нам делать, как избирателям, как маленьким. Ну, мы все считаем себя всего лишь одним голосом из многих миллионов. А в случае с США из сотен миллионов. Что нам с этим делать? Я имею в виду, как нам получить справедливость и правосудие? Или мы просто смириться с этим? Ну, у каждого свое представление о том, как это сделать. Моей идеей еще в те времена было самообразование. Я создал настольную игру «Денежный поток», потому что научился инвестировать, играя в монополию. А Мария Монте-Сори, вы знаете, она одна из великих предпринимателей в области образования. Она говорила, что делает рука, то запоминает ум. Так что в школе я сидел, слова входили в одно ухо, выходили из другого. Вы знаете, просто ничего не говорил. Но мой, а это был мой бедный папа, читал лекции, читал лекции, читал лекции, читал лекции, говорил, в то время как мой богатый папа научил меня инвестировать, играя в монополию. Четыре зеленых дома, красный отель, четыре зеленых. Так что сегодня я владею ими десятью тысячами арендных домов и тремя отелями. Знаете, я также инвестирую в биткоин, я использую долги и все остальное, все, чему не учат в школе. Поэтому, когда я увидел ваше резюме, вы знаете, с ипотекой и всем остальным, это очень важно, но вы шутите с огнем. Понимаете, о чем я? Это золотое правило. У кого золото, тот и правит. Да, я это знаю. Мне нравится бороться с истеблишментом, всегда нравилось. И я получаю удовольствие от того. В принципе, мне нравится быть немного Робин Гудом, краситься посреди ночи и отбирать долю рынка у тех, кто не знает или не обращает внимания. Проблема в том, что крупные организации сегодня уделяют этому гораздо больше внимания. И по сравнению, скажем, с 10-15 годами назад они гораздо больше знают о людях вроде меня, Джона Саймонса из Оззи Хомлендс и тех ребят, которые... Но в какой-то степени мне интересно, кто эти новые молодые люди, потому что это требует много энергии. То, что делал я, требует много энергии. Мне было за 40. Я имею в виду, что у меня еще есть энергия, но это гораздо сложнее. Нужно быть гораздо более скрытным и гораздо более умным. И для этого требуется гораздо больше ресурсов, чем когда-либо в прошлом, потому что у них огромные ресурсы. Это, например, глубина их ресурсов, как денежных, так и интеллектуальных, а также данных. Я имею в виду, что их информационные ресурсы просто поражают воображение, то, что они знают о вас. Если вы являетесь чьим-то клиентом, крупного банка, крупного фермера или крупной телекоммуникационной компании, они знают все о вашей жизни. Они знают, чем вы занимаетесь, куда ходите, сколько тратите, как часто, на что, сколько раз заказываете Uber, сколько раз ходите в казино, онлайн-казино, сколько денег снимаете в банке, потому что вы не можете, у нас нет наличных. В Австралии нет наличных денег. 85% транзакций в Австралии совершают онлайн. Что вы видели? Ваша служба бронированных автомобилей выходит из бизнеса. Потому что им больше не нужно собирать наличные. Наличные, да. А в клубах, например, я состою в совете по аренде, у нас почти нет наличных. Так что мы не пользуемся услугами автосервиса Armor, потому что это довольно дорого для нас. Так что, знаете, мы просто работаем с собственными наличными. Так что, в любом случае, их не так много. И по мере того, как эти деньги наше поведение становятся гораздо более доступными для сбора данных другими людьми. Как вы думаете, Роберт, куда мы движемся со всеми этими вещами? Как я? Я чувствую, что это надвигается на всех нас, и мы не можем остановить это. Я имею в виду, что это... Марксизм не только в том, чтобы убедиться, что никто ничем не владеет, но и в том, что на каком-то этапе мы даже не владеем собственным достоинством. Мы лишимся всего, что у нас есть. Это часть процесса. Сидит ли там один человек, я имею в виду, не один человек, а группа людей, которая планирует все это? Потому что я не могу представить, не могу понять, почему о них никто никогда не говорил. Кто они? Я имею в виду это. Я имею в виду, кто те люди, которые избавляют систему от наличных денег? Это один человек или группа людей? Это какая-то секта? Как это работает? Ну, я думаю, это неизбежно должно было произойти, что деньги перейдут в криптовалюту. Вот почему, вот почему у меня есть криптовалюта. Думаю, у меня 7-10 биткоинов, не знаю, сколько у меня их. Криптовалюта – это хорошо. Я говорю о тех случаях, когда банки не позволяют вам работать с наличными. Теперь смотрите, что я говорю. Вы должны перейти на криптовалюту. Я выхожу из банковской системы. У меня много золота, серебра и тому подобных вещей. Так что мне не нужно ничего, что они могут напечатать. Я владею акциями, но в своей компании я сделал их публичными. И моей целью было вывести компании на нью-йоркской, NASDAQ и торонтской фондовых биржах. Так что я получил Нью-Йорк. У меня есть фондовая биржа Торонто. Этим летом я выхожу на NASDAQ. Так что я контролирую бумаги, но я предприниматель. Вы знаете, меня учат делать такие вещи, взять под контроль свою жизнь. Поэтому я создал настольную игру «Денежный поток». Чтобы люди могли научиться тому, чему вас не научат в школах. И если вы можете контролировать свои деньги, вы контролируете свою жизнь. Но много лет назад я прочитал книгу Эрбак Минстера Фудера. Это было в 74-м. Книга называлась «Гранж гигантов». Гранж означает Gross Universal Cash Ice. Проще говоря, он говорил, что ваше богатство украдено через ваши деньги. Чем больше вы работаете, тем больше налогов вы платите. Инфляция. Вы кладете деньги в банк, инфляция их крадет. И сборы. Да, комиссии, все такое. Я не против этого. Я говорю, проснитесь. Да, так что бы вы посоветовали. Допустим, кому-то меньше 30. Не важно. То есть, я думаю, не важно, какого вы возраста, но кому-то меньше 30, и он нервничает. Знаете, они все говорят, стоит ли мне покупать? Стоит ли мне покупать биткоин сегодня? Ведь сейчас биткоин снова на рекордных максимумах. Стоит ли мне покупать? Стоит ли мне покупать эти криптовалюты? Стоит ли мне начинать входить в эти среды? Что? Когда людям, когда им стоит инвестировать в эти среды, на пике рынка, или рынок будет продолжать расти, или это так, или им стоит поискать другой? Например, возможно, им стоит обратить внимание на Этериум, или другую валюту, которая дешевле. Как молодые люди должны подходить к этим рынкам? Ну, все очень просто. Вы должны выбрать свое образование. Знаете, если вы послушаете финансового планировщика как суперчеловека, то они впишут вас в акции и облигации, а облигации сейчас рушатся. Знаете, раньше, не знаю, как в Австралии, но облигации считались безопасными. Сегодня это самые опасные активы, в которые вы можете вложить свои деньги. Итак, S&P на уровне доллар 500 находится на рекордных отметках, а мое поколение, поколение бумеров готовится к выходу на пенсию. Знаете, как в мультфильме «Арахис с Люси и Арахисом»? И вот Люси держала такой футбольный мяч, а Чарли Браун подбегал, и она отбирала мяч. Думаю, они собираются с бумерами. Я написал книгу под названием «Кто украл мою пенсию?» Ее написал судебный экономистом, потому что они собираются украсть наши пенсии. Они уже крадут их. Так что американское поколение бэби-бума с вероятностью 50 на 50 не выйдет на пенсию. Их дома, вы знаете, все ребята обеспечены жильем, не большинство из них, но бездомных становится все больше. Знаете, здесь пока все не так плохо. Но посмотрите на Сан-Франциско, самый красивый город на земле, очень похожий на Сидней. Люди повсюду бездомны. Они не могут позволить себе дом. Так ли все плохо, как мы видим по телевизору, но так ли все плохо? Я сам побывал там. Да, это ужасно. Он распространяется по всей Америке. Кроме Техаса. Техаса. Все переезжают в Техас. Техас и Флорида. Техас и Флорида. Итак, я хотел бы узнать ваше мнение по поводу фондового рынка. Я недавно читал несколько статей, в которых говорилось об оценке американских акций, особенно некоторых из тех, которые торгуются на территории Ай-Ай, и о мультипликаторах, которые как бы сидят против этих акций. И они как бы говорят, что эта статья, опубликованная в журнале Экономист, указывает на то, что невозможно расти отсюда такими же темпами или даже близко к тем, что были в прошлом и что люди покупают, платят цены сегодня, основываясь на будущих результатах. И это только все это, если я хочу быть скептиком или, возможно, биржевым пессимистом, или просто называть меня скептиком, тогда я буду шортить рынок. Другими словами, я бы продавал акции, потому что он просто не может продолжать расти такими темпами. Но, с другой стороны, он просто продолжает расти. Я не понимаю этого. Я не играю на американском рынке, в частности. Что происходит? У людей просто появилась лихорадка, что лучше купить, а они понятия не имеют, что покупают и их просто убеждают. В Америке нет финансового образования. Но вы посмотрите на наших лидеров. Большинство людей, которые управляют Федеральным резервным банком и правительством, они доктор наука. Бедный, доктор философии означает бедный, беспомощный и отчаявшийся. Посмотрите на этого парня, Бернанке. Понимаете, о чем я? Он председатель ФРС. Когда все рухнуло, он опустил процентные ставки до нуля и напечатал триллионы. Так что сегодня Америка находится в огромном пузыре. Наличные деньги лежат повсюду. И фондовый рынок в пузыре, и недвижимость в пузыре, и все это. Сколько еще может продолжаться? Сегодня Америка вон страна-должник номер один в мире. Каждые 90 дней они печатают еще триллион долларов, чтобы покрыть дефицит. И выпускают их в виде долговых обязательств. Да, они печатают больше денег, потому что наши налоги не покрывают наши расходы. Они печатают триллион долларов каждые 90 дней. Ничего себе. А финансового образования все еще нет. А потом вы посмотрите на Китай, когда Эвергранда упала и Маркет Гарден, Китай становится банкротом, и Германия тоже. Так что, знаете, как я говорю, когда Америка чихает, Австралия заболевает пневмонии, так что мы будем счастливой страной, но мир рушится вокруг вас, ребята. Вот это и пугает. Вот почему я говорю всем, покупайте серебро, оно стоит около 20 баксов. Раньше было 50. В США. А потом мне нравится биткоин, потому что биткоин становится сильнее, доллар слабеет. Это корреляция. Да, поэтому я владею, кажется, шестью-десятью биткоинами или около того, не так уж много. Но, знаете, я покупал его по шесть тысяч. Ух ты. Теперь ты сидишь на хорошей прибыли. Что ж, лучше так, чем потерять, знаете ли. Но если учесть, что вы сидите на прибыли, может быть, вы подумаете о том, чтобы обналичить ее и забрать свою прибыль сейчас. Пока вы банкир, я беру займы под активы. А вы можете взять кредит под свой биткоин? Конечно, могу. Это не то, что принято в Австралии на данном этапе, но это должно произойти, что вы должны иметь возможность брать займы под залог вашего биткоина, потому что это актив. Я имею в виду, что может возникнуть проблема с кредитным плечом, но это не имеет значения из-за волатильности цен. Но вы должны иметь возможность брать займы под биткоин. Биткоин здесь пока не очень популярен среди торговцев. Насколько торговцы делают биткоин или любую другую криптовалюту, доступной в плане транзакций? Ну, биткоин – это, знаете ли, деньги людей. Я говорю, что золото и серебро – это деньги Бога, потому что Бог поместил их сюда. Но биткоин – это деньги людей, это технология блокчейн. А технология блокчейн – это, по сути, бухгалтерская книга, то есть финансовый отчет. И вот почему... Я думаю, австралиец, вероятно, придумает свой собственный центральный банк цифровой. Да. И я боюсь, что у меня нет никаких доказательств этого, но они будут использовать центральные банковские деньги, чтобы следить за вами. Так поступает Китай. Так что они знают, на что вы тратите деньги. Если вы покупаете слишком много наркотиков, они будут преследовать вас, вы делаете это. Так что они собираются использовать наши деньги в качестве инструмента слежки. Я этого боюсь. Вот почему у меня тонны серебряных монет. Так что если дело дойдет до драки, я заплачу вам серебром. Но только физическим, да. Как в старые добрые времена, когда люди покупали крюгеранды. Правильно, правильно. Они будут покупать крюгеранды. Я расскажу вам одну историю. Я был пилотом во Вьетнаме. Это было в 72-м, и Никсон снял доллар с золотого стандарта. И мой богатый папа сказал, берегись, мир изменится. А я спросил, как он изменится. Так что я полетел в тыл врага, а морпехи, не самые умные парни на Земле. Я летел в тыл врага, к золоту. Знаете, я читал карту Вьетнама. Там есть кирка и лопата, ау, золото, как австралийцы, золото. Я сказал, ну, давай купим немного золота. Он сказал, да, но это же вражеская линия. Я сказал, что мы быстро войдем и выйдем. И вот мы со вторым пилотом не слишком умные ребята. Мы подходим к витрине с золотом. Мы в деревне. Люди смотрят, что черт возьми, эти парни здесь делают. Они что, не знают? Мы разоружились, без оружия вошли. Так что мы пришли, как капиталисты, а не как морпехи, понимаете? Я разговариваю с маленькой вьетнамкой с красными зубами. Я думаю, что золото стоило, скажем, 50 долларов. Я попытался дать ей за него 30. Она посмотрела на меня и сказала, пятно. Я говорю, что? Я сказал, 30. Пятно. Я не знал, что значит пятно. Я сказал, что у меня пятно на рубашке или что-то в этом роде. А она говорила о золоте, что оно стоит столько же. Это маленькая вьетнамка, не думаю, что она училась в Гарварде. И тогда ничего этого не было в наличии. Да, и она рассказывала мне, она преподавала мне лучшие уроки из всех. Так что мы вернулись домой с пустыми руками, и я полетел в Гонконг и купил свое первое золото. Золото было Крюгера. Я заплатил за него 50 баксов. И до сих пор у меня хранится этот Крюгер. Ух ты. А сейчас он стоит 22 сотни. Так что размер Крюгер-ран не изменился, а вот доллар упал. Забавно, но это не старая дискуссия. Я бы сказал, это не новая дискуссия. Это старая дискуссия, потому что, если мы вернемся в 90-е, когда США пережили большую, ну, чуть раньше, в начале 80-х и 90-х депрессию, но США пережили самую большую депрессию, которая у них была. Это была не самая большая депрессия в Соединенных Штатах, но больше, чем в 90-е и 30-е годы. И один парень по имени Фрэнк Боэм написал книгу, которая называлась «Волшебник страны Оз». Вот и все. Очень хорошее описание. Да, и в Озе, конечно, речь шла об унции золота. И главный спор, поскольку шли выборы, в то время был такой, должен ли у нас быть серебряный или золотой стандарт. И, конечно же, у Дороти были, изначально были серебряные туфли, их сделали из техниколор, только когда снимали фильм, но изначально туфли были серебряными, и именно ее серебряные туфельки прыгали по золотой дороге, дороге из желтого кирпича золотому стандарту. И, конечно, изумрудный город был бумажным, и тогда все спорили о том, каким он должен быть, и стоит ли нам иметь эти бумажные деньги, разве они бесполезны? Это то, что правительство печатает и делает, как только что обещало. Три банкноты, сделанные правительством, мы обещаем заплатить вам честь. И главный аргумент заключался в том, что, несмотря на все это, мы должны вернуться к серебряным и золотым монетам, потому что люди, работавшие на железных дорогах, получали серебряные доллары. Цена на серебро упала, и это стало большой проблемой. Но этот спор, эта дискуссия, которую мы сейчас ведем, не новая, а старая дискуссия. И все сегодня нервничают. О, это теория заговора. Нет, это реальность. Такое уже случалось. И это не новая вещь. И все мы получаем от правительств и нарративов, исходящих от различных СМИ и так далее, о том, в какую сторону они хотят нас направить. И, как я уже говорил, в конце концов, правительства всегда побеждают. К сожалению, они всегда побеждают. Поэтому все, что мы можем сделать, как люди, это настроить себя так, чтобы нас не обокрали. Поэтому я думаю, что часть вашего тезиса это самообразование. И не быть одна. В школе вас этому не научат. Да, никто вам этого не скажет. Кстати, в рамках вашего визита в Австралию кто-то с грустью сказал мне, что это ваш последний визит в Австралию. Я... Я старик, так что это вот так. Я уверен. Неа, да. Я уверен, что вы вернетесь. Но во время этого визита, вашего, скажем так, роуд-шоу, вы отстаиваете этот... Именно этот тезис. Повторюсь, я создал настольную игру «Денежный поток», потому что научился всему играть в монополию. А Мария Монтессори, великий предприниматель в области образования, говорит, что то, что делает рука, запоминает ум. Поэтому, играя в настольную игру «Денежный поток», вы фактически заполняете финансовый отчет. И ваш финансовый отчет это то, что хочет увидеть ваш банкир. Банкиру все равно, что написано в вашем табеле. Как вы знаете, я могу занять много денег, потому что у меня сильные финансовые показатели. Если у меня плохие финансовые показатели, дайте мне кредитную карту. Да. Я возьму с вас больше. Да, человек должен заботиться о себе. Это ваш самый большой актив и самая большая ответственность. И поэтому я здесь, чтобы поощрить, потому что Оси был самым лучшим. Я приезжаю сюда с 72-го года. Ух ты. Я приехал сюда, чтобы играть в регби-юнион, знаете ли. Проиграл все игры, но мне здесь нравилось. И это великая страна. Это счастливая страна. И вот сегодня я выступал в Рендвике и говорил, купите настольную игру, научитесь сами, сыграйте в нее 10 раз и научите 10 человек. Австралия может изменить мир. Это маленькая, мощная, удачливая страна. Или вы можете ждать, пока вас научат чему-то в школе. Настольная игра «Денежный поток» она называется «Денежный поток». Так она называется. Потому что ты знаешь. Потому что ты знаешь, что это важно в бизнесе. Денежный поток — это точно. Активы важны. В какую сторону она летит? Внутрь или наружу? Ты хочешь, чтобы он летел туда? Это точно. И речь идет о чистом денежном потоке. Значит, настольная игра «Денежный поток» — это игра, которую вы придумали? Да, да. Это ваша игра? Да. Хорошо. Это круто. Могу я просто подключиться к вашему интеллекту вокруг выборов? Я знаю, что вы друг Трампа. Вы делали что-то вместе. Вы сотрудничали и так далее, писали книги и так далее. Я встречался с ним пару раз. И мы говорили о расколе в Соединенных Штатах. Является ли это разделение таким, что если кто-то из Байдена или Трампа выиграет выборы, президентский пост, будет ли это так, что ни один из них не будет иметь надлежащего мандата и не сможет ничего сделать? Другими словами, понимаете, они окажутся в затруднительном положении. Либо Сенат не примет ничего из того, что примет Нижняя Палата или Конгресс, либо Конгресс не согласится ни с чем из того, что предложит Сенат. Может ли это привести к сохранению раскола, независимо от того, кто победит? Я думаю, что проблема Трампа в том, что у него есть мужество. Определенно есть. И он наступил на многие пальцы банкирам. Им он не нравится. Как я уже сказал, знаете, Бобби Кеннеди и Джон Кеннеди их убрали. Так что даже если его изберут, его жизнь будет в большей опасности. Как я уже сказал, мы с двумя его сыновьями очень хорошие друзья. И у них есть яйца, знаете ли, они выступают, они работают на благо людей. Как я уже сказал, я знаю парней Трампа. Я слежу за тем, что они делают. Так что следите за тем, что человек делает, а не за тем, что он говорит. Я знаю их лично, и я бы не говорил этого, если бы это не было правдой. Я провел неделю и не, я имею ввиду, неделю охоты на частном острове, ни воды, ни туалетов, ничего. Эти парни не просят пощады, знаете ли. Они ходят в лес и рыбачат, а нам приходится самим добывать себе пищу. Они крепкие молодые люди. Очень хорошие молодые люди. Как вы думаете, есть ли возможность для одного из этих двух мальчиков взять на себя роль, связанную с этой стороны политики? Я не буду называть это республиканцами, но это сторона политики, потому что, как вы говорите, Дональд, против него сейчас так много всего. Я имею ввиду, что даже если он победит, это все равно будет трудная задача, очень трудная задача. Да. И они не перестанут преследовать его. Это уже началось. Это одна из тех вещей, которые невозможно остановить, пока он не помилует себя за все. Как вы думаете, один из этих двух парней может подхватить эстафету? Ну, политика – грязная игра. Я бы не пожелал ее никому. Я просто отдаю им должное за то, что они в центре внимания, в центре внимания, знаете ли. Я иногда с ними общаюсь. Я сталкиваюсь с ребятами, и я просто отдаю им должное. У них есть мужество, понимаете. Трудно противостоять банковской системе, как вы знаете. Как же так, Роберт? Как же так? Я часто смотрю на Дональда Трампа и думаю про себя. У меня нет никаких обвинений, и сколько дел против него заведено, но их очень много. А тут еще это дело, где с него пытаются содрать полмиллиарда долларов наличными, как залог за его апелляцию. Да. Как ему удается продолжать? Я не знаю его достаточно хорошо, чтобы ответить на этот вопрос. Поэтому я подумал, может быть, мне удастся узнать, что-нибудь, потому что я не знаю. Я просто не знаю, откуда он берет мужество продолжать делать то, что он делает. Почему он так целеустремлен? В чем дело? Неужели он действительно... Это потому, что он так стремится спасти Америку? Так ли это? Я написал две книги с этим парнем. Я провел около... В общей сложности около восьми недель, работая с ним и его компанией. Трамп Организация. Очень хорошие люди. Но когда они используют ВБР и судебную систему против человека, это уже фашизм. Они берут нашу судебную систему и преследуют его. Это фашизм. Так что у Америки серьезные... Серьезные проблемы. Серьезные неприятности. И это меня беспокоит. Он хочет попытаться изменить ситуацию. Ну, знаете, именно поэтому его и убрали. Он сказал, я собираюсь осушить болото. Он говорит о центральных банках. Болоте. Они все в сговоре. Но у меня такое ощущение, что Трамп сам по себе. У меня такое чувство, что Байден... Но за ним стоит огромная машина, хорошо организованная, политически и так далее. И у меня возникло ощущение, что Трамп здесь как бы сам по себе. И он как бы несет всю эту ношу на своих плечах. У меня нет ощущения, что у него есть... Не знаю, правда это или нет. Но не похоже, что за ним стоит такая же машина, как и за теми людьми, которые хотят за него голосовать. Но я имею в виду, что машина между ним и этими людьми не кажется такой же, как у демократов. И эта машина выглядит так, будто она его задавит. Машина демократов выглядит... Либеральная машина. Выглядит так, будто она собирается прогнать его из города. Именно это я чувствую, сидя здесь в Австралии. И... Я бы сказал, что вы правы. Итак, какая надежда есть у США? Ну, я всегда говорю, знаете, типа... Что нужно поставить себя на свой собственный золотой или серебряный стандарт. Займитесь самообразованием. Нам предстоит тяжелая поездка. Позвольте мне повторить, у Китая серьезные финансовые проблемы. Америка. Самая большая страна-должник в мире, печатающая по триллиону каждые 90 дней. Германия находится в состоянии банкротства. Так что Австралия будет счастливой страной. Так что вы немного защищены. Но, как вы знаете, Китай – ваш крупнейший торговый партнер. И поэтому важно, чтобы каждый австралиец просвещать себя, защитить себя. Но если вы надеетесь, что правительство спасет вас, у вас проблемы. Забавно, что у меня это случилось в год Трампа. Я сидел напротив Трампа и брал у него интервью. И это еще до президентских выборов. Думают, это был год Трампа, а может и год Трампа. И он сказал мне, что одна из вещей, которая его беспокоит, это торговые отношения Австралии с Китаем. И он сказал мне, а я в то время наивну сказал, ну да, но они наш крупнейший торговый партнер, мы не должны их расстраивать. Он сказал, позвольте мне сказать вам кое-что. Он сказал, да, они заберут всю вашу железную руду и все остальное, что вы продаете, уголь и так далее, что вы им продаете. Он сказал, но в конечном итоге вы им что-то должны, должны. Он сказал, как мы в Соединенных Штатах, вы должны что-то с этим сделать. Вот с чем нужно что-то делать. И это интересно, ваши слова, обращенные ко мне, потому что крупнейший владелец долговых обязательств в Соединенных Штатах, которые выпускаются во все эти месяцев, о чем вы только что говорили. Это облигации, облигации. Является Китай. И Япония. Они держат наибольшее количество долгов, которые Америка должна. Да. Забавно, когда вы мне это говорите, я просто вспоминаю, что мне сказал Трамп. И в тот момент я подумал про себя, то, что он сказал, было довольно нестандартным. Сегодня я бы сказал, что это довольно смело, но в какой-то степени точно. И то, что вы говорите, фактически подтверждает его слова, сказанные в конце сезона. Теперь все выяснилось. Прошло 4,4-8 лет спустя, и вот все выяснилось. Теперь у нас есть эта проблема. И Америка, и Китай тоже разваливаются экономически. Так что, похоже, что мы можем оказаться в глобальном, в каком-то другом кризисе. Как он будет называться, я не знаю, это не будет GFC, это не будет финансовый, может быть финансовый кризис, кто знает. Потому что стоимость их бумаг, китайских бумаг, которые они держат по отношению к американскому, долго не стоит и близко того, на что они были выпущены. Верно. И Китаю нужно как можно больше, потому что у них, у самих есть некоторые проблемы внутри страны. Вы как бы предсказываете, не предсказываете, но как бы предполагаете, что кризис может быть на подходе. Есть один, в котором мы сейчас находимся. Не знаем. Ну, Си, вы знаете, что он говорит, его мандат вернуть Тайвань. Так что создайте войну, решите проблему. Да. Он говорит раньше, знаете, это все равно, что Трамп говорит, я собираюсь вернуть Тайвань. Это война. И то, что происходит на Украине, и все это, это ужасно. Я имею в виду, я ненавижу войну. Просто ненавижу. Я дважды воевал во Вьетнаме, убил много людей, но это из-за денег, как вы знаете. Знаете, как я уже сказал, сейчас очень опасное время, поэтому очень важно, чтобы каждый взял на себя финансовую ответственность, а не ждать, что правительство позаботится о вас. Поэтому я говорю, поставьте себя на свой собственный золотой стандарт, поставьте себя на свой собственный серебряный стандарт, копить золото, серебро или биткоин, и защищайте себя с помощью этого своего мозга, понимаете? Но не ждите, что правительство позаботится о вас. Хусейн – счастливая страна, а вы сидите за спиной у этих сверхдержав, ведущих войну. И это жутко. Как вы думаете, война неизбежна? Ну, исторически, да. Видите ли, к власти Гитлера привела Веймарская республика после Первой мировой войны, и они заставили Германию выплачивать репарации. Так что Германия обанкротилась. Гитлер пришел к власти. Так что каждый раз, когда наступает хаос, к власти приходит диктатор. Это и есть фашизм. Это были Муссолини и Гитлер. Так что это ненормальные времена. Но я не знаю, я имею в виду, я бы просто подготовился. Да, я имею в виду то, о чем вы говорите, экономически подготовиться. Вы же не предлагаете стать вершителем судеб и пойти и построить под своим домом хранилище, заполнить его банками с печенными бобами, водой и так далее. Просто наблюдайте за историей. Я имею в виду, вы занимаетесь банковским бизнесом. В год банковского бизнеса рынок репо рухнул. Это место, где банки занимают деньги. Он рухнул, и вдруг появился ковид. Я подумал, неужели это случайность? Это правда. Я не думал об этом. Потому что вы... Я смотрю, следите за всем этим, может это совпадение. Итак, я просто объясню нашим зрителям, что такое рынок репо, по крайней мере, в Австралии. Это значит, что если я банк и у меня есть ипотечные активы, я обычно могу пойти и если у меня есть, да, если я выдаю кредит, если у меня есть пул ипотечных кредитов, которые являются моими активами, и у меня есть обязательства, по которым я занял деньги, у вкладчиков с другой стороны, если я банк, репо означает, что я могу обратиться к правительству, и правительство выкупит у меня мои ипотечные кредиты и у меня нужны деньги, чтобы одолжить больше денег, большему количеству Роберту Роберту в тысячу долларов, а в моем пуле будет 10 тысяч рублей. Я не получаю депозитов, тогда я могу обратиться к правительству, и правительство запускает программу репо, по которой они забирают у меня мои закладные. В вашем случае, они размещают их в фаниме Фредди Мак, в США и Австралии. Такой системы нет, но они все равно выкупят их у нас и дадут нам наличные за них, как банку, а потом мы дадим еще денег в долг. А рынок репо, как вы говорили, в 2019 году, перед тем, как ковид рухнул, ну, он не рухнул, но да, он упал. Это было не так, поэтому в системе было не так много ликвидности, чтобы ликвидность, это деньги, доступные для банковской системы. Интересно, да. То, что вы мне сейчас сказали, очень интересно, потому что, когда ковид рухнул в нашей стране в марте, в течение четырех месяцев, наш центральный банк выписал чек на 190 миллиардов долларов нашей банковской системе. Они сказали, банки, не банкам, как я, а банкам, вот 190 миллиардов долларов, мы дадим вам до одного пункта из одного, вам до одного пункта из одного процента, фиксированный на три года, идите и одолжите. И это, и, конечно, это вызвало инфляцию пузырь, пузырь на рынке недвижимости, он просто лопнул. А потом, конечно, в прошлом году правительство сказало, ну, мы хотим, чтобы это было погашено, потому что три года истекли, до 2023. Не совсем в этот день, но с 2023, исходя из сроков погашения. И теперь банки привлекают деньги под 6%, так что они, наши процентные ставки выше. И кто от этого страдает? Потребитель? Средний. Парень занял деньги, эти деньги, он занял 2% от одного пункта, 9,9%. Это рекордно низкая фиксированная ставка на 6 лет. Внезапно он перешел с фиксированной ставки в один пункт, 9,9%. Теперь он платит 7%. За это платят наши потребители. Банки получают ту же прибыль, что и всегда. Они просто берутся заемщика больше. И вот выход. Наш центральный банк сказал, ну, инфляция очень высока. Это очень плохо. Нам не нравится высокая инфляция, так что вы, потребители, сами ее вызвали. Вы вызвали высокую инфляцию. Поэтому мы собираемся поднять процентные ставки. А банки сказали, ну, мы не виноваты. Резервный банк, центральный банк, устанавливает процентную ставку. Мы просто повышаем процентную ставку по мере необходимости. Парень. Теперь потребители несут риск этого. Знаете, это действительно интересно. Я помню Милтона Фридмана. Не так много людей, которые его помнят, но не так много людей его помнят. Я помню, как смотрел его в 90-е годы. И сейчас на Ютубе можно посмотреть его выступление Фридмана. И он говорит, потребители никогда не создают инфляцию. Это делают правительства. Они печатают деньги. Они печатают деньги. и делают их доступными для богатых. Да. И единственный, кто на этом зарабатывает, это богатые люди в конце. Если у вас возникают проблемы, они берут на поруки богатых. Да. А австралийский парень получает деньги. Но богатые люди спасают себя сами, влияя на правительство, чтобы оно сделало это спасение. Значит, это предпосылка вашей книги. Да. Думаю, вы хотите сказать, будьте как богатые. Да. Думайте, как мой богатый папа, а не как мой бедный папа. Думай, как богатый парень. Богатый папа. Да. Учись у богатого парня, папа. И я думаю, что ты вроде как говоришь, и это довольно убедительно, но ты говоришь, что нет смысла бороться с машиной. То есть, вы можете штурмовать Белый дом или делать что угодно, но в конечном итоге это ничего не даст. Освещайтесь. Система закроет вас. Да. Точно так же, как она может закрыть Дональда Трампа или сделать все очень сложным для него. Я имею в виду, благослови его Бог. Он такой крутой. Я бы не смог справиться с этим. Я бы ушла. Я ухожу. Я бы повесил свои перчатки. Но вы можете бороться с машиной, если хотите. Можно спорить с ней. Можно выкладывать посты в своем инстаграм и говорить о заговоре. Но в конце концов забудьте об этом. Просто думайте так же, как и остальные члены толпы. Вы как бы присоединяйтесь к ним. Будьте вдумчивы. Воспитывайте себя. Воспитывайте себя. Правильно. Хорошо. И возможно вы бы сказали действовать в соответствии с этим. Да. Где люди берут смелость, чтобы, получив образование, пойти и сделать то, о чем вы говорите? Ну, проще делать что-то для других людей. Например, создать настольную игру «Денежный поток». Ага. Выучить ее сыграть в нее 10 раз, а потом научить других людей. Отдавайте, и вы получите. Когда вы делаете это для других людей, вы получаете деньги. Но если вы берете только для себя, то какая разница, вы жадны. И это большая, большая разница. Австралия – счастливая страна. Не проебите ее. Понимаете, о чем я? Полностью. Ну, это то, что мне сказал Трамп. Да, не облажайтесь. Да. Я думал, что в 16-м году он был немного экстремален в этом, но сейчас это оказалось, теперь это правда. И потом, если подумать, ну, знаете, ковид, фаучи, вся эта история с ковидом, в Австралии, я не знаю, были ли мы, наши австралийские законодатели и правительства были тайно вовлечены в происходящее. Просто, я думаю, мы, вероятно, следили за тем, что происходит в Соединенных Штатах. Говорите за ним. Крупные фармацевтические компании. Они влияли на программу, конечно. Это банкиры, фармацевты, эти ребят. У вас в Америке, как и у нас в Австралии, ведется расследование по поводу вакцины, как мы здесь, в Австралии, о влиянии вакцин. Да. Вы спорите, и это потому, что некоторые выводы просто ужасны, но они не получают никакого эфирного времени. Я не понимаю, нет эфирного времени, никто об этом не говорит. Я имею в виду, мы можем смотреть Sky News на канале Рубина Мердока здесь, но мы не видим этого больше нигде. Далеко. Большой бизнес. Помню, мне пришлось путешествовать, мне нужно было сделать прививку. Я отказался. Поэтому я просто нашел врача, я заплатил ему 500 долларов. Он положил вакцину в аппарат, в эту штуку. Я сказал, спасибо, пока. И вы получили сертификат? Получил сертификат. Я не настолько глуп, понимаешь, о чем я? Я могу схитрить, но не делаю этого. Это мое тело, в которое они вставляют в него. Просто в школах вам вбивают идеи в голову. И еще одно, когда мы говорим о рынке Репо, все очень просто. Это как ломбард для банков. Да. Очень просто. И когда он рухнул, появился ковид, я подумал, боже мой, случайность? Или это намеренно? Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, но слишком много совпадений. Вот почему я написал книгу «Богатый папа выкладывается по полной» в 97-м году. Настольная игра «Денежный поток» появилась в 96-м. И если мы не будем заниматься самообразованием, то нам будет стыдно. Но школы этого не сделают, потому что школы пособничают с банками. Как вы думаете, почему? Почему вы так думаете? Они марксистские. Я имею в виду... С чего они начинают? Я читал коммунистический манифест в 65-м году. Я учился в военном училище. Я был о боже. Они сделали два предсказания. В год войны они собирались захватить школьную систему, что они и сделали. А потом они отберут выборы. Они так и сделали. И это было бы позиции Трампа сегодня. Они... Ваши последние выборы он проиграл. И я уважаю свободу выбора. Вы можете быть марксистом. Вы можете быть капиталистом. Но без финансового образования, как вы знаете, в банковской сфере... У вас его нет. Вы не сможете быть капиталистом. И не сможете принять правильное решение. Правильно. Вы можете ничего сделать. Правильно. Потому что вы не знаете, что... Потому что я имею в виду, что марксистская позиция очень романтична. О! Правильно. Да, да. Это... Да. Отмена частной собственности, профсоюзы. Налогообложение. Знаете, они... Справедливость и равенство. Налоговая система. Мы будем облагать налогом богатых, чтобы заботиться о бедных. Это как Робин Гуд. Это вроде как очень романтично. Это тема. Но на самом деле мы не все равны. И не все зарабатываем одинаково много денег. Никто из нас не готов работать так же усердно, как другой человек. Или так же. Или даже не так усердно, как этот. Но мы все равны. Что такое... Да. Но никто не равен. В Америке еще хуже. Не знаю, как здесь. Они поощряют мальчиков становиться девочками. Я ухожу... Что с вами, ребята? Да. У нас тут та же проблема. И... И девочки становятся мальчиками. И... Это... Это вроде как нормально, если они так родились или что-то в этом роде. Но это не так. Вы не должны. Никто не должен поощрять это. Да. Никто не должен говорить давай, давай. Да. Потому что маленькие дети не в том положении, чтобы принимать решения. Я не чувствую. Когда я был ребенком, верно? Сексуальное воспитание было плейбоем. Вы понимаете, о чем я? Понимаете, о чем я. А сегодня у них в айфоне есть хардкор паблик, понимаете? Они знают о сексе больше, чем ты когда-либо узнаешь. Да. Да, точно. И они знают, как найти его быстрее, чем я или ты. И это забавно. Например, когда я был ребенком, в Австралии был журнал под названием «Райболт». И это был не бумажный журнал, что-то вроде бумажного журнала. Он не был глянцевый, как плейбой. И... Там был агент новостей. Я не буду называть район, но там, где я учился в школе, на Западе и все такое. Это было в Сиднее, который вроде как немного суровый. И в нашей школе был один парень, который каждую неделю ходил и воровал этого райбольда. А потом мы все ждали его в библиотеке. Да, это было сексуальное воспитание. Это было сексуальное воспитание. У нас были эти библиотеки, так что они были повсюду. А он сидел там и спрашивал «Мам, когда он закончит? Когда он мне ее пришлет?» Так что райбольд был как вещь. И вы правы, именно там мы получили сексуальное образование. От мамы с папой вы бы этого не получили. Там не было этих айпадов и ничего электронного. Он вырос определенным образом. И на этом все закончилось. Может быть, я имею в виду, я знаю, что будут исключения. Не поймите меня неправильно. Исключения будут. Есть дети, которые родились определенным образом, и это нормально. Они сами делают выбор. Но я хочу, чтобы люди... Я согласен. Я бы хотел убедиться, что образовательные учреждения принимают решения за этих детей. Это дети сами принимают решения за себя в то время, когда они готовы их принять. И это обязанность родителей. Это не обязанность школы. Это обязанность мамы и папы по отношению к своим детям. Они могут повлиять на ребенка. Да, и дети, и, надеюсь, родители имеют лучшие, достаточно хорошие отношения с ребенком, чтобы ребенок мог говорить с родителями. Родители могут говорить с ребенком в, знаете, в нейтральном ключе. Но для меня, знаете, у меня есть внуки, и для моих внуков мысль о том, что мои внуки могут пойти в школу, и кто-то может повлиять на кого-то из моих внуков, чтобы они выбрали для себя другой пол, действительно, выводит меня из себя. Да. Может быть, я слишком стар, не знаю, но меня это просто бесит. В смысле, и мне это не нравится. Совсем не нравится. И я, иногда я, и я думаю, что это происходит все чаще, но иногда я чувствую себя беспомощным из-за этого, потому что они там каждый день, весь день с ними. И мой единственный способ повлиять на это, как-то бороться с этим. И я не знаю, как, черт возьми, с этим бороться, кроме как отправить их в другую школу, где, как я знаю, этика отличается от этики школы, в которой они сейчас учатся. Да. И мне повезло. У меня сейчас только один из внуков ходит в школу, остальные еще слишком маленькие, но это в Австралии, по крайней мере, в Новом Южном Уэльсе. Частные католические школы появились повсюду и пользуются огромным спросом. Это недорогие школы, но спрос на детей в них огромный. Даже если они не католики, они могут быть иудеи, неважно. Потому что родители видят в этом лучший способ ограбить детей от влияния государственных школ. И это меня беспокоит. Мы живем в этой системе. Я имею в виду, это что-то происходит. Школа. Школьная система теперь вражеская. Да. Мне неприятно это говорить, но я ухожу. Это был мой бедный отец. Они хорошие люди. Да-да. Вы понимаете, о чем я? Но они слишком далеко зашли на другую сторону. Да, вы правы. Они такие... Они искренне. Они искренне верят в то, во что верят. Но система институционализирует детей, которые в нее попадают. И это та часть, которая мне не нравится. И у нас вроде как нет выбора. Если ты ребенок, у родителей которого нет денег, вы не можете позволить себе отправить ребенка в частную школу. Вы отдаете его в систему. Правильно. Или ее в систему. И тогда ваш ребенок станет продукт системы. Правильно. А это несправедливо по отношению к ребенку. Верно. Но именно поэтому в 96-м году я создал настольную игру, чтобы родители могли обучать своих детей дома. Значит, настольная игра «Денежный поток» предназначена и для детей. Есть дети и взрослые. Да. И она... Все, чему она учит, это финансовый отчет. Доходы, расходы, активы, обязательства, отчет о движении денежных средств. Это ваш табель успеваемости, когда вы вырастите. Это ваш средний балл. Забавно, что много-много лет назад, когда у меня был бизнес с волшебниками, я начал работать с Керри Пакером, а он довольно известный австралийский парень. Я говорил, «Керри, скажи, я хочу, чтобы ты привел финансовые отчеты по бизнесу. У нас в этом бизнесе 50 на 50». Он сказал, «Приноси счета каждый месяц, и я хочу их просмотреть». И в первый раз, когда я пришел туда, и у меня были счета и беда, и все такое, он сказал, «Сынок, меня не интересует все это дерьмо». Он сказал, «Я хочу, чтобы ты мне рассказал, даже не показывай мне это, я хочу, чтобы ты сказал мне, сколько денег пришло в этом месяце. Сколько денег ушло? Сколько у нас в банке? Должны ли мы кому-нибудь деньги? И должен ли кто-нибудь нам деньги? И как давно они должны нам деньги? В общем, что-то вроде бухгалтерской книги должника. 60, 90, 30, 60, 90. Мига кредиторов. Кому мы должны деньги? Потому что он не хотел, чтобы я его обманул, а потом... Сколько денег пришло и ушло? Он сказал, что все очень просто. Меня не волнует вся эта ерунда. Не надо мне всего этого модного дерьма и беда, мультипликаторов и бла-бла-бла. Просто скажи мне, сколько бабла пришло в заведение. И это был большой урок для меня. И я действительно, спустя много лет написал небольшой учебник по управлению финансами, финансами в вашем бизнесе, на ежемесячном совещании руководства. Деньги пришли, деньги ушли, что мы должны, что мы должны. Конец истории. Кстати, проверьте банковскую выписку, чтобы убедиться, что денег в банке столько, сколько должно быть. Другими словами, никто не крадет. Никто не крадет у нас деньги. Довольно просто. Не игра «Денежный поток». Настольная игра «Денежный поток» учит детей очень простым вещам. Да. Потому что кредитные карты. Мой богатый папа учил меня. Он говорил, что твой банкир это финансовые показатели. Я не думаю, что финансовая грамотность это то, что вы говорите на языке денег. Поэтому, когда я слышу, как парни набрасываются на Эбиту и прочее, я говорю, нет, это просто то, сколько денег приходит и сколько уходит. Что такое активы? Активы кладут деньги в ваш карман. Пассивы забирают деньги из вашего кармана. Если вы измените свой словарный запас, вы измените свою жизнь. Вот как сильны слова. Но они не учат вас языку денег. Вот почему я создал настольную игру «Денежный поток». Богатый папа, «Бедный папа», активы и обязательства, налоги. В школе вас не учат налогом. А Трамп, вероятно, не платит налоги легально. Так и в этой стране, если вы знаете, что делаете, вам не нужно платить налоги. Чем больше долгов я использую, тем больше долгов становится деньгами в 7-10-1 году, когда Никсон снял доллар с золотого стандарта. Чем больше долгов я использую, тем больше налоговых льгот я получаю. Почему? Потому что, если мы с вами не будем занимать деньги, как вы знаете, экономика рухнет. Поэтому нам нужно, чтобы люди занимали деньги, чтобы экономика продолжала расти. Вот почему они продолжают повышать процентные ставки. Люди не могут занимать деньги. Тем временем, население растет. Люди не могут позволить себе жить здесь. То есть, об этом пишут в новостях в Америке, правда? Как дорого стоит австралийская недвижимость. Ух ты, вот это да. Видите ли, у нас небольшое население, относительно говоря. Да. Цены на жилье в Австралии просто взлетели до небес. Если вы пытаетесь арендовать недвижимость в Австралии, как в игре аренда, вы можете простоять в очереди три часа и даже не попасть на осмотр жилья. Да. И у нас такой огромный дефицит недвижимости. И знаете, я думаю про себя, что это забавно. Я подумал про себя. Разве это не интересно? Правительства не глупы. Они позволяют сотням и сотням тысяч людей приезжать в страну, чтобы так называемую нехватку квалифицированной рабочей силы но в то же время они не создают больше недвижимости для их проживания. Почему так происходит? Почему они так поступают? Почему бы им не сказать, ну где все будут жить? Это довольно очевидный вопрос. Например, где будут жить эти миллионы людей, которые приедут в ближайшие пару лет? Где они будут жить? Чтобы построить дом в Австралии, нужно потратить целую вечность. Нужно получить разрешение. Нужно построить. Застройщик должен получить финансирование. Здесь, в Австралии, это просто процесс. Это очень сложно. Я понимаю, потому что у меня есть, сдаю здесь недвижимость в аренду. Раньше. Бонди Джанкшн, Рашкатерс Бэй и все такое. Хорошая территория. Я не знаю, я просто покупаю их, понимаете? А кто-то ими управляет. Лучше бы я их никогда не продавал. Это ошибка. Потому что у нас такой дефицит. И это отличная собственность. Это безумие, что о ней говорят в США. Да. Как будто вы имеете в виду это попадает в новостях. Об этом говорят в новостях. Что ж, это нас очень беспокоит. И как вы думаете? Думаете ли вы, есть ли какое-нибудь решение, которое вы видели во всем мире, которое может решить эту проблему нехватки, кроме простого строительства? Ну, я думаю, что каждый человек должен сам взять под контроль свои собственные финансы, свой собственный финансовый отчет и не ждать, что правительство позаботится о вас. Да. И я думаю, что это очень либерально, что очень мило. Но, вы знаете, меня учили, что если научить человека ловить рыбу, и ты будешь кормить его всю жизнь. Дай человеку рыбу, накормишь его на день. А социализм хочет дать людям рыбу. Это делает проблему еще больше и еще хуже. Вместо этого ловить рыбу, да. Это очень интересно. Именно об этом и шла речь в настольной игре «Денежный поток», как вы управляете финансовым отчетом. Финансовый отчет это ваш табель успеваемости, когда вы покидаете школу. В общем, я думаю, что урок, который я извлек из всей этой дискуссии с легендой Робертом Киосаки, заключается в следующем. Если вы родитель, или, как в моем случае, бабушка или дедушка, приобретите эту настольную игру «Денежный поток». Настольную игру. Да. И начните вдолбливать им это в голову как можно раньше. Возможно, она будет конкурировать с другими, но это не важно. По крайней мере, в будущем они смогут решить, что им больше подходит. Да. Я всегда помню слова Марии Монте-Сори. Школа Монте-Сори Лак — это отличная система. У нас их несколько, Мэти. Да. Что делает рука, то запоминает ум. Поэтому нельзя научиться играть в гольф, читая книги. Ты знаешь? Да. Поэтому чем больше вы играете в эту игру, играете 10 раз и учите 10 человек, ваш мозг будет меняться. Это очень интересно. Потому что я такой же. Когда дело доходит до памяти, если я ничего не записываю, я ничего не помню. Я не... Мне приходится все записывать. И, кстати, эти вещи не... работают в этой среде, потому что вы их читаете. Вам негде ничего написать, если только у вас нет листка бумаги сбоку, и вы не пишете заметки. Кто-то писал заметки. Что делает рука? Разум запоминает. Да, это интересно. Как всегда говорил мой отец, дети не делают то, что им говорят, они делают то, что видят. Понаблюдайте за своим отцом точно. Что делает папа? Никто не говорит тебе, что делать. Что он делает на самом деле, физически? Чем занимается отец? И я думаю, что это всегда было очень сильной вещью для меня. Некоторые из величайших уроков, которые я получил от жизни, в связи с тем, что мой отец и мать сделали для меня, это то, что я видел, как они делали. И мне потребовалось 30-40 лет, чтобы понять это. Это то, что я видел, как они делали. Это не то, что я слышал, как они говорили мне делать. На самом деле, они вообще мало, что говорили мне делать. И люди часто говорят мне, кто тебя научил? Я просто смотрел, как мои родители хорошо инвестируют, платили налоги. Да, мне не нравится эта часть, но да, платите налоги. Усердно работать, хорошо инвестировать. Мои родители занимались инвестициями, предпринимательством и рисковали. Ваши учителя? Хорошо рисковать. Да. Знать, чем вы рискуете, понимать рынок, но рисковать. Что ж, Роберт Киасаки, я надеюсь, я действительно очень надеюсь, что вы вернетесь в Австралию. Что ж? И я надеюсь, что мы сможем разделить с вами кофе или что-то в этом роде, или поговорить в другой раз. Спасибо. Спасибо за откровенность. Спасибо. Спасибо за то, что вы делаете такие вещи, как богатый папа, бедный папа. И нам в Австралии о том, как нужно думать. Да. Большое спасибо. Думайте, как богатый человек, как капиталист. Да. Дайте себе полшанса. Правильно. И учите своих детей. И, кстати, передайте это своим детям. Это очень важно. Австралия может изменить мир, потому что здесь всего несколько человек. Это богатая страна, это счастливая страна. Но, к сожалению, академическая система здесь марксистская. Многие ваши лидеры, марксисты, как вы знаете, трусливые. Сейчас очень сложное время для мировой экономики. Китай в беде, Германия в беде, Америка в беде. И мы не в беде на данном этапе, но если мы не будем осторожны, то можем оказаться. Да. И присматривать за своим двором. Правильно. Присматривайте за своими углами. Этот ваш главный актив или пассив, верно? Мне очень нравится, как вы мыслите. Да, Роберт. Спасибо.